Часто спрашивают, нужно ли как-то готовиться к сеансу, есть ли какие-то обязательные требования. Нет, вы знаете, вот из практики работы стало понятно, что чем более усложнен процесс подготовки, тем хуже результаты. Потому что, как правило, человек приходит на сеанс, особенно если это касается каких-то его психофизиологических проблем, психосоматических. И тогда, когда требуется не просто просмотр каких-то прошлых жизней, а трансовая психоэнергетическая коррекция. И вот чем больше человек готовится к этому процессу, тем больше стресс попадает в его физическое тело, которое в данной ситуации является одним из очень важных участников процесса. Поэтому, чем сложнее подготовка, тем хуже потом реагировать тело. И из практики нам стало понятно, что никаких подготовительных действий не нужно. Не нужно голодать, не нужно соблюдать диету, не нужно проводить какие-то эзотерические практики. Если оператор, специалист, он сам сделает с вами все, что будет нужно для того, чтобы вам стало легче. Единственный нюанс для такой работы – это полное отсутствие, мягко скажем, привычек и зависимости определенного типа. То есть клиент должен быть трезвым, а прием алкоголя даже и в качестве средства против снятия какого-то нервного напряжения он не допускается. Не могу сказать, что человек не должен курить, потому что здесь влияние вот именно этих веществ на организм, оно немножко другое. Отношение к психоактивным веществам, оно своеобразное. Если вы принимаете лекарства, назначенные врачом, и если прием этих лекарств должен быть регулярным, то, конечно, нарушать вот эту процедуру не стоит. Принимайте эти лекарства. В ходе сеанса мы посмотрим, насколько они влияют на процедуру, на процедуру работы и на результаты этой работы. И вот что важно для сеансов, когда мы работаем с вами дистанционно, то есть по скайпу или по каким-то другим мессенджерам. Нужно, чтобы у вас была возможность спокойно устроиться перед компьютером, сидя или лежа. Это абсолютно не важно, главное, чтобы вам было удобно. Вам нужно сделать хороший звук, лучше всего подходят микрофон и наушники, которые вы можете подключить на время сеанса. Вам нужно сделать обязательно видеорежим, то есть веб-камера нужна. Здесь единственное условие, которое нужно обговорить, насколько будет и кому будет доступна запись вот этого сеанса. Как правило, в этику регрессолога входит такое условие, что без согласия клиента его личные данные никогда никому не должны быть известны. А может быть, без согласия использован только маленький фрагмент и, обратите внимание, только аудиозаписи, ни в коем случае не видео. И только в том случае, если содержание вот этой записи представляет интерес для других возможных клиентов, просто для остальных людей, которые интересуются этим процессом. Но ваше красивое лицо никогда не должно фигурировать на экране, даже если вы на это согласитесь. И фактически это все условия, но с исключением еще одного небольшого момента, на тот период времени, на который запланирован сеанс, очень желательно, чтобы вас никто не отвлекал. Я опять-таки имею в виду дистанционные сеансы. Желательно, чтобы вас не отвлекали ни домашние, в том числе они не должны шуметь в тех комнатах, куда вы их попросите удалиться. Вас не должны отвлекать домашние животные. И, конечно, в практике, по крайней мере у меня, немало случаев, когда все-таки домашние животные прорываются к своему любимому хозяину и стараются как-то обратить на себя внимание. Если такое случилось, ничего страшного. Это, как правило, не влияет, особенно если это произошло не в начале сеанса, а где-то в середине или ближе к концу. Но вот такое обеспечение комфортных условий, вот это уже ваша задача перед тем, как начать работать. Субтитры подогнал «Симон»